Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск КС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Спасибо вам за вашу приверженность к вашим традициям. За любовь к вашим профессиям, за силу вашего характера. Праздничные мероприятия в День города. Это улучшение показателей производственных, новых идей. Развитие кадрового резерва на Смоленск КС. Безопасная территория, новая, современная территория, она очень важна для деток наших. Атомщики продолжают благоустройство территории детского сада. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск КС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Общая мощность работающих энергоблоков 21 233 мегаватт, 9 блоков в ремонте. Выработка по концерну 136 миллиардов 10 миллионов или плюс 2 миллиарда 758 миллионов. Выработка электроэнергии с начала сентября составила 324 миллиона киловатт-часов. С начала года выработано более 13,4 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 485 миллионов. 4 сентября энергоблок номер один Смоленск КС по предварительной заявке, согласованный с акционерным обществом «Концерн Росэнергоатом» и системным оператором, отключен от сети для устранения выявленной неисправности на тепломеханическом оборудовании. В настоящее время на атомной станции в работе находится второй энергоблок. Его мощность составляет 1007 мегаватт. Энергоблок номер три с 31 мая находится в плановом среднем ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск КС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 8 сентября десногорцы отпраздновали 44 года со дня образования города-спутника Смоленск КС. Праздничные мероприятия по традиции открылись парадом созидателей, который объединил тысячи десногорцев, строителей города и станции, ветеранов атомной отрасли, трудовые коллективы предприятий и организаций и подрастающие поколения. Коллектив градообразующего предприятия «Смоленск КС» стал самой многочисленной делегацией. Для жителей города Десногорск это целая жизнь, это эпоха, это строительство наших блоков. Судьба города неразрывна с судьбой нашей станции. Мы сейчас реализуем программы продления срока эксплуатации третьего блока. Это достаточно большой инвестиционный проект. Мы собираемся в следующем году продлить срок эксплуатации третьего блока еще на 15 лет. И не за горами строительство новых блоков, несмотря на изменения концепции, опережающего строительство блоков, блоки замещения все равно строятся будут. Поэтому хочу всем нам пожелать долголетия и годополучия. Одна из традиций Десногорска – ежегодное честование заслуженных работников организаций, предприятий и учреждений города, удостоенных занесения на доску почета. В этом году в летопись трудовой славы города занесены имена еще 12 десногорцев. Всех нас объединяет одно желание и умение работать. Несекаемая энергия созидания, верная любовь к своей профессии, горячее желание сделать как можно больше и лучше для родного города. Сердечно поздравляю вас с высоким призванием вашего добросовестного плодотворного труда. Мы гордимся вашими славными делами, преобнажающими силу и мощь Десногорска. Спасибо вам за вашу такую приверженность вашим традициям, за любовь к вашим профессиям, за силу вашего характера, за верность избранного вами пути. Это очень важно. В день города в Десногорске также состоялся суперфинал второго летнего баскетбольного марафона «Три на три» «Планета баскетбола. Оранжевый атом» среди команд муниципальных образований Смоленской области. В этом году он собрал рекордное количество участников – представителей 21 муниципального образования области. В течение всего праздничного дня в городе проходили конкурсы, ярмарки, концерты. Свои яркие музыкальные выступления десногорцам дарили творческие коллективы. В «Росатоме» много специалистов с высоким потенциалом, которые хотят развиваться профессионально и расти по карьерной лестнице. Именно для таких сотрудников отрасли созданы программы развития кадрового резерва. На Смоленской АЭС на сегодняшний день уже завершили обучение по программам управленческого кадрового резерва «Капитал Росатома» и «Таланты Росатома» 53 резервиста. 16 работников станции в настоящее время проходят обучение по программам «Достояние Росатома», «Капитал Росатома» и «Таланты Росатома». Корпоративная академия «Росатома» разрабатывает и реализует обучающие программы для управленческого кадрового резерва. Все они направлены на развитие сотрудников отрасли и реализацию приоритетных задач «Росатома» в условиях быстро меняющейся бизнес-среды. Это модульные программы развития лидерского потенциала, программы в поддержку стратегических целей, функциональные школы, а также тренинги по развитию управленческих навыков и повышению личной эффективности. Участники управленческого кадрового резерва проходят обучение в течение двух лет. В конце каждого этапа проводится тестирование и по результатам формируется рейтинг качества обучения. Очень многое зависит от самого резервиста, от его активной позиции, желания постоянно развиваться и делиться знаниями. Когда подняли вопрос о зачислении в кадровый резерв, я принял самостоятельное решение о том, что нужно входить в состав. Я посчитал, что это даст мне новую форму развития, мотивирует к обучению, к стремлению к лучшему, к развитию, ну и расширяет кругозор в отрасли и в целом жизни. Мой руководитель сам прошел обучение по развитию кадрового резерва «Капитал Росатом». После прохождения обучения порекомендовал обязательно пройти меня. Цель – получение новых знаний и уметь их применять на своем рабочем месте. Обучение в кадровом резерве, оно дает не только импульс в развитии на производстве, но и импульс именно в развитии самого человека, своего самомнения, самознаний, самовосприятия мира. То есть это развивает именно человека в общем. Обучение было построено профессионально, всегда было очень интересно, работа в группе, оно было не классическое аудиторское занятие, всегда проходило в режиме диалога. Было очень много практических занятий, то есть нам давали какую-то теорию, потом мы занимались практически. Практика была направлена на твоего коллегу, который с тобой рядом обучался, потом вы менялись ролями. В общем, в таком режиме было интересно действительно. Все, что дают на обучение в кадровом резерве, все применимо и применяется в жизни. Кадровая резерва ждет и Росатом, и наше предприятие. Это улучшение показателей производственных, каких-то новых идей в развитии предприятия, ну а также достижение бизнес-целей и стратегических целей Росатома. В рамках благотворительной помощи концерна Росэнергоатом и Смоленская АЭС при взаимодействии с администрацией Десногорска продолжается благоустройство территории детского сада «Лесная сказка». В конце августа начались работы по замене ограждения детского сада. Как подчеркнула заведующая лесной сказки Жанна Суханова, это завершающий этап модернизации ограждения всей территории дошкольного учреждения. Все эти работы очень важны для детского сада, потому что большую часть времени дети проводят на территории. Естественно, безопасная территория, новая современная территория, она очень важна для деток наших. Спасибо концерну Росэнергоатом, Смоленской атомной станции, что так беспокоятся о нашем будущем поколении. Работа на самом деле трудоемкая, потому что тут будут ставиться столбы, дальше идет у нас армировка, установка опалубки и заливка бетона. Так как мы уже производили работы в этом детском саду, то есть к нам есть уже какое-то непосредственное доверие и знают наше качество работы. К концу сентября подрядчики обещают выполнить весь объем работ и сдать ограждение в эксплуатацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова